мы сейчас в рассказе упомянули про поддельные кабели на рынке интересует у нас вопрос как распознать возможно распознать какими методами и способами что нужно чтобы узнать кабель поддельный или нет потому что подделок достаточно много это очень наваливший вопрос да в том числе вашу ваш кабель тоже поделывается так тут предлагаю начать методом дедукции от общего частного ну если так сказать по фэн-шую по умному говорить кабели который несет какие-то проблемы называется несоответствующим это несоответствие может быть любое маркировки качество количество это несоответствующий кабель любой несоответствующий кабель может принадлежать может быть браком это несоответствие которое возникло не умышленно ну грубо говоря уровень бухта зарубка на йог а если он загрузил и отправил или рабочий на линии проспал шишку она проскочила вы с ней потом повстречались и милая улыбаетесь это брак на этом не заработаешь это происходит не умышленно в основном из-за нашего российского 1 2 производителя особенно где работают люди работают везде а наши особенно не нашими там еще так сказать больше вот это одно из виду несоответствий маркировка не пропечаталась как надо не читая вот это вот все механические повреждения все это относится к браку фальсификат я выражаю юридически значимыми терминами потому что брак фальсификат это одно и то же но с точки зрения потребителя но фальсификат это несет признак умышленности я не стал печатать маркировку чтобы сэкономить на чернилах они дорогостоящие я там что-то залезал сечение проволоки чтобы сэкономить они потому что ведь у фильеру по ошибке поставил и тогда то есть это фальсификат это брак изготовленный умышленно с целью получения до приводи получение каких-то таблюшек и так далее можно конкретный вопрос да очень многие в том числе ваши и мои подписчики задают такой вопрос купил кабель кабель пружинит то есть медь пружинит она жесткая это фальсификат брак что это такое медь она не может или я неправильно понимаю нет ну качестве конечно рабочий мог за парень схватить не тут катушку не из той колонки не отожженную и это это ошибка неумышленная его можно представить но если вы покупаете раз-два-три каждый раз одно и то же это имеет признаки уже фальсификатор вторичная медиа либо не отжига основная причина не отжиг но как правило вместе с не отжигом и вторичная медиа идет потому что нечестность она не бывает только по пятницам если люди мухлюют они мухлюют везде и во всем это однозначно уже жизнь показала если у людей не они толщину изоляции соблюдают и состальными и сопротивлением на этот раз жесткая жила это не является как я думал раньше не всегда является не гарантированно является просто по ошибке могли не отожженную засунуть но это это бардак скажем так на предприятии и если это системно это уже войска фальсификатор начинает приобретать это наверно да косвенный признак признак который задуматься да то есть если так сказать брак системный брак то есть вот и высшая форма фальсификата это контрафакт часто можно увидеть даже так сказать нашей отрасли чего лозунги на сервину борьбу к контрафактам меня всегда это торопит потому что люди сам не знаю что говорят анти контрафакт проходила целое мероприятие прошлом году в москве это ездил там а тауси там говорили какие-то а что контрафакт де юра де юра это фальсификат изготовленный с использованием чужой интеллектуальной собственности либо торговой марки то есть если я умышленно написал на кабель энергокабельный с вами выпытаюсь продать это независимо от того качественную или нет это уже контрафакт но опять же возвращаясь к теме если люди нечестны в маркировке наверное они нечестны во всем остальном скорее всего иначе бы не было смысла заниматься изготовлять копию как мы говорили копия она будет стоить только же сколько оригинал а вот контрафакт всегда не счет в этом его смысл не обязательно это маркировка может быть это может быть использованы чужих технических решений чужих ноу-хау чужие торговые марки в том числе и как правило контрафакт является несопрессующей продукции и несет еще кучу воров несоответствий объективно по основным качествам но борьба с контрафактом головная боль только держателем интеллектуальной собственности либо торговой марки идти в святой бой за имя селкабеля я готов но не сильно ну так чуть-чуть вот а вот за свою контору я готов сражаться уже серьезно поэтому контрафакт в первую очередь головная боль вот этих вот предприятий у которых вот такой вот значок имеется в названии еще на торговом знаке марка вот у нас значок имеется вот он вот присутствует соответственно использование нашего знака это бубой и соответствующие там статьи под это дело имеются то есть это априори уже так сказать нарушение закона если марка не защищена тут ситуация немножко более скользко но в любом случае чужое название используйте а вот вот это изображение графическое тут уже есть нюансы юридические подобие неподобие у нас видите панасоник сына и все видели используя сходных имен это тоже вопрос защиты марки там корт напишет и вы продавать и ничего не сделаю скорее всего тоже самый вопрос да как контрафакт распознать то есть если фальсификатор каким-то поэтому чуть-чуть прошу я на чем-то рассказал прошу конкретизировать вас интересует именно контрафакт именно изделия с чужой о да да совершенно верно но на изделие написан производитель вот как мне понять что производитель да это или нет то есть какие-то признаки на района раскечатана маркировка как-то не так не там не то вот зря не прихватили каталог но в новую версию кстати отдельную страницу это отвел основные отличительные признаки продукции обязательные признаки упаковки и они же вынесены отличительные признаки продукции именно комфорт это специально для вас уже сделано такой контент графический будет на словах но мы его покажем первое конечно наша маркировка и образец сайта имеется и полиграфии она содержит вполне определенную информацию порядке например мы типа размер изделия пишем в начале чтобы не надо было вычитывать там у монтажнику всю эту вот там больше ста символов некоторых изделий от маркировки чтобы с самого начала видишь не такой вот это было спокойно то есть это и заберите определенная а вся вторичная информация уже дальше по тексту например там у нас идет там как обращение на рынке потом дата изготовления они наоборот поэтому маркировка ее структура это ну так сказать на пятна самый первый главный учитель призер то есть сравнивая с оригиналом как говорим настоящий пак с поддельным ходишь рядом и сразу разница видна поэтому структура маркировки и ее контент это собственно первый признак ну ее наличие естественно не было мы вновь не изготовляем наверное договорить излишне но иногда бывает что он на и на ему торгуют с нашими справительными документами сертификат поэтому маркировка ее структура первый признак второй мы говорим о бухтовке барабанах а бухтовке бухты в данный момент у нас вся упаковка брендирована брендирована пленка нашим логотипом и стрепленда тоже изначались нашим текстом отсутствие либо на типа на том либо на другом упоминание конкорда она как минимум должно вызвать определенные вопросы у вас и настороженность если говорить о барабанах ну конечно небольшие партии они продаются как отмотки и вы оригинального барабана не видите но в любом случае вы имеете право затребовать бирку с родительского барабана это паспорт изделия идентифицирующие время место его производства и дающего права на гарантийное техническое поддержку производителя вот это бирка это реально официальный юридически значимый документ их почему-то подняли всегда выкидывают а потом мусор и руси ищут сдавать я это видел не раз просят нас дать дубликаты а мы говорим ребята мы вам ничего не поставляли не продавали что я вам дам я вам дам бирку какую-нибудь она подать вниз упадет у меня приедет потом могут устраивать не надо поэтому если она там партия идентифицирована поэтому упаковка плюс бирка кстати бирка на изделие тоже вполне должна придать определенным шаблоном опять же в графике вам ее предоставлю там обязана быть указана полная информация производительной полная контактная информация полное название изделия а вот тут начинается кино вот наши любимые товарищи там а стоки и все прочие они пострадают как сказать такой болезнью я девочку беру написано пункт 2 на полтора дальше какой-то текст текст а что это такое не написано то есть когда покупаю пакет я думаю я увижу молоко либо продукт молочный либо напиток безалкогольный напиток алкогольный на любом изделии обязана быть бирка идентифицирующая однозначно это изделие потому что я своими глазами не дали чем не назад видел провод в воде если вы не видели у вас еще впереди много открытий поэтому а в проводу по сам понимаете совершенно и требования и нормы и все поэтому упаковка и бирка их внешне видите контент это вторая степень защиты третье вот почему о барабанах это сказать почему раньше правом на каждом на каждой конечно в бухте запаришься индивидуально делать бирку на барабанах бирка каждая индивидуально она несет помимо уникальных характеристик номера барабана еще уникальный штрих-код вот и если его просто ксерокопить с другой бирки но вы уже не пройдет это легко объясняется при обращении к производителю мы можем сразу тоже за три минуты дегитимность этого барабана либо подтвердить либо проверкнуть подделочки вверх барабанах особенно на крупных промышленных объектов дело очень развитое периодически где-то раз-два в месяц я людям вынужден неприятные новости сообщать что ребята вас на я колоду поэтому вот штрих-код если вы делаете какой-то ответственный объект не стесняйтесь у трейдера запрашивайте копию бирки с барабаном потому что обычно там шестое сечение не бухта берете а по нужную длину так вот барабан ну и последнее место последний вариант 4 я не могу гарантировать что дядя арман с 35 на каком-то савиловском рынке продает именно нашу продукцию потому что я ему ничего не поставлял есть определенная кого-то дилеров и суп дилеров за которых я принципе более-менее спокоен если наши продукты продают скорее всего это наша высокая вероятность нашей продукции понятно там может нечестный менеджер нечестный но системно они не занимаются поэтому место приобретения этот очень очень важный момент его рука сказать как найти хорошего стоматолога я не могу посоветовать ну в любом случае тогда нам нужно починить нашу машину мы же не бежим по первому объявлению в газете и по самому дешевому не бежим мы бежим по комплексу рекомендаций информации открытых в интернете и так далее лично каких-то советов чьих-то точно также место приобретения нужно путем ошибок выяснять это конечно дикость средневековая но к сожалению в нашей стране частные личные моменты очень многие вещи позволяют избежать проблем поэтому продавец которым доверен на котором можно положиться поставщика это очень серьезный момент поэтому продавец вот один из критерием легальности легитимность продукциях вот торговать конечно подделка конечно первую очередь стараются ребята которые не работают с нашими зеленьами гиганты